Создание ресурсного центра по оказанию комплексной коррекционно-педагогической помощи детям с аутизмом и другими нарушениями – результат двустороннего договора между Ассоциацией «Общий мир» в Белоподляске и Управлением по образованию администрации Ленинского района Бреста. Проект стал победителем конкурса в рамках программы «Трансграничного сотрудничества». Главное для нас, для Ассоциации «Вспольный свят» в городе Белоподляске – это то, чтобы создать первый в нашей стране центр помощи лицам с аутизмом. И вот на этом мы концентрируемся, реализуя этот проект. Для Бреста и вообще для Белоруссии очень важно, чтобы создать первый центр в стране, где будут помогать, чтобы помощь могут получить дети с аутизмом. И диагноз, и помощь терапевтическую. После того, как этот проект, рассчитан он на 24 месяца, закончит свою реализацию, мы не планируем закрываться, потому что данный центр ресурсный, который будет открыт на нашей стороне, который будет создан, он планирует свое продолжение. Сегодня мы позиционируем этот центр как центром областным, в будущем даже республиканским, потому что подобных центров Республики Беларусь, где бы оказывалась именно педагогическая помощь детям, больным аутизмом, схожими нарушениями, детям, которые имеют особенности в развитии сегодня, к сожалению, в Республике Беларусь нет. Количество детей с особенностями развития ежегодно увеличивается на 12%. Это мировая статистика. В Брестской области официально диагноз «аутизм» поставлен 219 детям. О тенденции роста числа таких малышей не понаслышке знают специалисты областного центра коррекционно развивающего обучения и реабилитации. Брестских центров «Стимул» и «Тонус», вспомогательные школы различных общественных организаций. Причин много от экологии до генетики. Поэтому главная цель – помочь ребенку и его родителям в социальной адаптации и интеграции. И задача ресурсного центра, который станет филиалом вспомогательной школы Бреста – оказание комплексной помощи. Там будут проходить занятия коррекционные для детей, там будут проходить обучение специалистов, которые работают сегодня с детьми. Обучение будет проходить с помощью наших польских коллег, которые будут приезжать, проводить здесь занятия. Вот с привлечением наших белорусских специалистов, которые сегодня имеют опыт работы с такой категорией детей. И это будет определенная помощь для родителей. Консультационная, информационная помощь, ну и, наверное, где-то совместное занятие с родителями. На реализацию проекта Евросоюз выделяет порядка двух миллионов евро. Согласно подписанному документу, белорусская сторона получит около 400 тысяч евро. Также 10% от этой суммы выделит городской бюджет. Ресурсный центр, аналогов которому нет в стране, появится в городе в 2020 году, после реконструкции здания на улице Куйбышева, 72. Сегодня идет работа по подготовке проектно-сметной документации. Сегодня ведем проектно-изыскательские работы по реконструкции данного здания, в котором будет располагаться вот этот центр. В следующем году планируются у нас строительные работы, и параллельно будем ввести закупку оборудования, потому что оборудование дорогостоящее. Параллельно с этим будем опять же обучать специалистов, к себе приглашать специалистов из Польши. Наши будут посещать специалисты центры по обучению, работе с такими детьми, вот детьми с диагнозами, кому выставлен аутизм.